Слава Украине! Героям слава! Ребята, мы вот очень часто останавливаемся на Херсонской области, иногда останавливаемся на Донецкой, что и понятно, и Луганской, и Северодонецк. Но вот как-то реже рассматриваем ситуацию в Запорожской области, где происходят точно такие же события, как в том же Херсоне или в том же Донецке. То есть там идут серьезные бои с расшистами, с оккупантами, и им там насыпают. Но не только им там насыпают. Сопротивляется прежде всего город, славный украинский город Мелитополь, где оккупанты попробовали найти какое-то понимание или какое-то сотрудничество с местным населением и впималывали часть нового облазня. То есть с ними никто не хочет сотрудничать. Но для начала они попытались раздать свой красный расшистский никому не нужный паспорт, который является просто свидетельством того, что ты раб, что ты добровольно отказываешься от своих прав, что ты согласен жить всю свою жизнь в нищете, и что ты должен всю жизнь жить оборванцем в стране изгоя. Такой паспорт, извините меня, ни одному нормальному человеку даром не нужен. И вот на весь 150 тысяч Мелитополь, из которого, правда, 70 тысяч уже жителей сбежало, осталось каких-то еще 70-75 тысяч, дошлось, знаете, сколько желающих получить паспорт Рашистской Федерации? 15 человек. 15 человек на город 150 тысяч человек. Это 0,1% по-моему, да? То есть вообще никто не хочет. Вообще ноль, ноль. Чистый ноль. Вот, то есть вообще никто. Дальше учителей попытались склонить, и преподавателей вузов попытались склонить к сотрудничеству с временными оккупантами в плане рашистских этих учебников и так далее. Никто. Вообще ноль. Никто не хочет этого делать. Есть там парочку каких-то уникумов, я имею в виду, от этих вот коллаборантов, которые непонятно что хотят, но их буквально единицы. Их не то что хватит на то, чтобы, не хватит на то, чтобы какие-то учебные процессы проводить в Мелитополе. Их не хватит на один класс, на одну школу. Их вообще ни на что не хватит. Это пшик. Вообще никто не хочет. То есть люди вообще не смогут. Ну дальше, вот еще очень хороший показатель. Смотрите. Все мы прекрасно знаем, что у нас большинство людей, тех, кто занимается бизнесом, это частные предприниматели. А вы знаете, сколько рашистых, кстати, точно так же продолжают регистрировать частных предпринимателей просто уже по какой-то там рашистской системе. А вы знаете, сколько частных предпринимателей зарегистрировано в Мелитополе за время рашистской оккупации? При всем, при том, что это все, эта система работает у них, да? Я вам скажу, ноль, нисколько. Ни один человек не зарегистрировал никакой бизнес за время рашистской оккупации Мелитополя. Все только сидят и ждут, когда их освободят. Это показатель, ребята. С рашистами не хотят работать. Ни педагоги, ни предприниматели, да вообще никто. Они там, понимаете, рашисты это вша на теле Мелитополя. Да, вот вша, блоха, которую просто надо взять, раздавить и выкинуть в форточку. Это лишнее. Рашизм в Мелитополе лишний. Мало того, что это оккупанты, так к ним, понимаете, знаете, как украинцы относятся вообще к рашистам? С презрением. Прежде всего, самое главное, да, есть ненависть, я согласен, но самое главное, это презрение. Я вам объясню, почему. Потому что, что такое в нашем понятии рашист? Это нечто оборванное, грязное, писанное, обкаканное, вонючее, никогда не моющееся, не знающее, что такое унитаз, мечтающее о блендере и о какой-то украденной плазме с чужой стенки. А, обязательно ковер, 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 в охапку, это у них первое дело, вот им надо домой его отправить всегда. Почему-то, а, и обязательно бэушные женские трусы. Тоже, это очень важно, отправить свои скво туда, куда-то в Магадан, или я не знаю, откуда их там привозят эти, эту всю шушваль. Но вот так это все выглядит, да. То есть, прежде всего, любой украинец, который живет в нормальной зажиточной стране, относится к рашистам, как вот, ну, нечто, ну, я хотел сказать, как к бомжам, но к бомжам лично я отношусь намного лучше, потому что среди бомжей есть очень много приличных людей, и у меня язык просто не повернется, да. А вот эти оккупанты, рашисты, они, они куда хуже. Их даже нельзя вообще ни с чем сравнивать, с человеческим. У них, ну, человеческого у них ничего, собственно говоря, и нет. И, кстати, еще интересный момент. Они же у нас воруют не только женские трусы и блендеры, и соковыжималки, да. Они, оказывается, у нас же не оказывается, это хорошо известно, они еще воруют, воруют очень много зерна, и воруют также, они любят мародерить черешню, черешню. Они же никогда ее не ели, понимаете, это же еще публика, которая не знает, что такое черешня, она начинает жрать с косточками, да, значит, они воруют черешню. Ну, а это же Мелитополь, надо понимать, Мелитополь это Украина, им взяли туда, насыпали какой-то отравы. У них куча там, часть за двухсотилась, часть за трехсотилась после этого дела. Я не знаю, что им туда подсыпали, вот, но подсыпали, но подсыпали. И будут продолжать, судя по всему, подсыпать дальше, потому что Мелитополь это Украина, а черешня это наша украинская. И никакому расисту, вот бери ее, высаживай себя в Магадане, и там кушай. А нашу воровать не надо. Слава Украине!